Выдачу больничных листов работающим гражданам старше 65 лет продлили до 30 апреля. Об этом нашему телеканалу рассказали в Тверском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации. Напомним, ранние листы нетрудоспособности для работающих граждан возрастной категории 65+, оформлялись с 6 по 19 апреля. Постановлением правительства от 16 апреля данная мера продлена. Как пояснили в Фонде социального страхования, электронный больничный будет оформлен централизованно и дистанционно уполномоченной медицинской организацией. Гражданам не нужно самостоятельно посещать поликлинику по месту жительства для оформления такого больничного листа. Необходимо лишь сообщить своему работодателю о намерении получить электронный больничный. Кроме того, работодатели обязаны направить в региональное отделение Фонда сведения об имеющихся у них работниках в возрасте 65+, для назначения выплаты пособий. Памятка по заполнению реестра опубликована на сайте Тверского отделения Фонда социального страхования. Нам важно очень получить от работодателя письменное информирование, по какой причине эти сотрудники продолжают, вернее так, не воспользовались предоставленным им правом уйти на карантин. Какие-то организации вывели своих сотрудников на дистанционную работу с сохранением заработной платы, но могут не подавать, не отправлять на электронный листок по карантину. Потому что основная цель этого – обеспечить самоизоляцию граждан с сохранением за ним дохода в виде пособия по временной нетрудоспособности.